Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Всем доброе утро, Натали! Я рада видеть тебя у нас в гостях. Натали, вот твой салон-студия моды Натали за время своего существования своими результатами просто потрясает. Вы каждый год, каждый месяц практически становитесь лауреатами каких-то фестивалей, конкурсов. Вот в очередной раз вы съездили в город Ессентуки на всероссийский юбилейный конкурс «Фестиваль искусств» и привезли оттуда несколько дипломов. Поделись, пожалуйста. Да, мы 6-7-го были в городе Ессентуки ездили. Мы выступали в трех номинациях. Это вокал, хореография и театр моды. По вокалу Анастасия Лопатина стала дипломантом первой степени. По хореографии лауреаты третьей степени. Театр моды первые. Первое место лауреаты первой степени мы стали. Какую коллекцию вы показывали? Коллекция у нас, во-первых, театр моды называлась «Русская душа» и все, что связано именно с Россией, мы показывали. Это были сарафаны русские, это кокошники, это у нас сначала девушка выходила в русском сарафане и выносила каравай, который, кстати, был очень настоящий и очень-очень вкусный. Действительно, это было здорово. И у нас была смешанная группа. То есть у нас были и маленькие детки, и постаршие, и взрослые. То есть достаточно интересно смотрелось такое. Сколько деток сейчас у тебя в салоне студии занимается? Сейчас 40. Ну, расскажи про отделения. Какие существуют сейчас, на данный момент? Сейчас студии, да. Сейчас у нас дефиле, этикет, стилистика, английский язык, вокал, хореография, классические танцы, современные танцы. В общем, вот эти вот все дисциплины у нас сейчас есть в студии. Ну, по каким направлениям все-таки больше вы работаете? Конечно, это модельная. Конечно, модельная. Но мы пришли к выводу, что модельная не может существовать. Кстати, актерская забыла сказать. Аслан Астежев у нас преподает. Дефиле и модельная не может существовать без актерского, без этикета, без стилистики. И, конечно, когда мы выезжаем за границу, мы должны знать английский язык. Так, чтобы мы понимали и не стояли с какими-то заоблачными лицами, мы должны все-таки знать английский язык. Это как бы основной второй язык. Наталья, вот прямо сейчас вы едете в Ставрополь, я знаю. Да. Дальше, какие у вас планы? Дальше вот нам дали сертификат, который вот он лежит. А на 50% нам сделали скидку на поездку в Сочи. Но это уже состоится с 3 по 6 января в городе Сочи. Что там будет проходить? Там будет проходить тоже вот этот фестиваль. Он уже будет 11-й фестиваль, да. Вот что мы именно повезем, мы еще пока не знаем, но будем готовить фактически все номинации. Вот, что мы еще хотим сделать? Мы хотим весной сделать большой-большой показ, который состоится с корресной. Ты уже над ним работаешь? Да, вот как раз только вчера начала, наконец-таки, все костюмы доделала девочкам, начала работать над коллекцией, да, своей. Пока где этот показ будет проходить, я не знаю, но он очень будет масштабный. Это 100%. Ну что же, мне остается пожелать вам новых побед. Спасибо, что сегодня была гостьей нашей программы. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 11.25 с ведущим Ашемизом Пхешковым. Хорошего дня. До завтра. Красота притягивает взгляды и подарки. Купите красивую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белковятские Миха. ТРЦ Панорама. Первый этаж. Хирургия катаракты – одно из приоритетных направлений сети клиник 3Z. Для наших пациентов мы создали максимально комфортные условия лечения. В клинику иногородник доставляют на специальном автобусе. Все необходимые обследования и операции могут быть проведены за один день. После операции пациентов отводят в гостиницу в сопровождении медперсонала. И уже на следующий день они возвращаются домой с новым счастливым взглядом на жизнь. Не откладывайте лечение катаракты. Обратитесь в клинику 3Z сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова